Капсульное наращивание волос Апостроф закрывающая круглая скобка Точка с запятой закрывающая фигурная скобка Что это за технология? Нельзя сказать, что наращивание новшества последних лет. Но именно удлинение локонов при помощи капсулы считается самой современной и популярной процедурой. Чтобы стать обладательницей роскошной капной волос придется потерпеть. Процесс крепления прядей длится несколько часов. Он требует аккуратности и внимания. Любое неверное движение способно испортить желанные результаты и снизить эффект натуральности шевелюры. Особенности донорские волосы фиксируются на собственных локонах при помощи капсул, величина которых часто не превышает рисовое зернышко. Крепление изначально подбирается под цвет родных прядей или же подстраивается под него уже после процедуры. Для капсульного наращивания шевелюры отделяют очень тонкие пряди, чтобы новая прическа выглядела естественно. Часто для удлинения волос используются кератиновые капсулы. По составу они напоминают строительный материал волосяных стержней и ногтей. Есть специальные смолы, геликлеевые смеси, из которых мастера вручную формируют маленькие комочки для фиксации наращиваемых пучков. Также к этой технологии относятся крепления прядей крошечными металлокерамическими бусинками-колечками, которые при сжатии особыми щипцами превращаются в плоские пластинки и прячутся в локонах. Стоимость в салоне, красоты, стоимость услуги складывается из нескольких составляющих. Это качество, длина и количество донорских пучков, способ их наращивания, квалификация мастера, регион расположения заведения и другие факторы. В среднем цена капсульной технологии стартует от 6-8 тысяч рублей. Максимум бывает неограничен даже 30-40 тысяч рублей. Сколько придется отдать именно вам, надо смотреть в индивидуальном порядке. Мастер вычислит сумму в ходе консультации перед процедурой. Разновидности глобально все способы капсульного наращивания делятся на горячие и холодные. Первая и главная особенность, которая их отличает, наличие или отсутствие теплового воздействия на пряди во время процедуры. И уже потом можно вдаваться в подробности описания методик, каждая из которых имеет несколько разновидностей. Холодные считаются особенно безопасным для шевелюры, потому что донорские кучки фиксируются клеем, гелем, колечками, ультразвуком. Всем, что исключает применение горячих инструментов. Крепления получаются надежными и незаметными, а прическа приобретает нужную длину и дополнительный объем. Это можно заметить по фото, да и после процедуры. В финансовом плане технология считается более доступной, чем горячие методы удлинения локонов. Мы расскажем, как при помощи холодного наращивания волос дополнительно сэкономить свои сбережения и выполнить процедуру в домашних. Горячие, чтобы присоединить наращиваемые волоски к собственным локонам клиента, мастер разогревает и крепит капсулы при помощи специальных щипцов. Не нужно опасаться, что горячие инструменты испортят шевелюру. Температура нагрева сопоставима с той, что свойственно обычному утюжку для волос. Чаще всего она даже ниже этих показателей. Есть разные способы горячего наращивания прядей, после которых можно сушить, красить, укладывать шевелюру. Узнайте об отличиях английско-итальянской методик, а также о том, в чем хороша алмазная технология. Что потребуется самым дорогим материалом для наращивания считаются славянские волосы. Зато они отличаются высоким качеством и хорошо смотрятся на голове. Можно сразу заказать пряди на капсулах. Заранее посчитайте, какое количество локонов вам понадобится. Ориентируйтесь на то, что 100 грамм волос это от 100 до 120-130 мини-прядок. Для удлинения шевелюры горячим способом потребуются щипцы или клеевой пистолет. В случае с холодной технологией, бусинки, крючок для протягивания локонов и прибор для зажима или же аппарат для наращивания ультразвуком. Материал для фиксации будет зависеть от выбранной методики – клей, гель или кератин. Кроме того, пригодятся такие инструменты – расческа, зажимы, восковая бумага, линейка, ножницы, изолятор. Прозрачная пластина, которую нужно надевать на натуральную прядь перед креплением донорской. Мы расскажем, что еще понадобится для самостоятельного капсулирования волос и как правильно выполнять эту процедуру. Техника для домашнего проведения. Удлинение прядей в домашних условиях – это недорого, зато очень хлопотно. Желаемая прическа не всегда получается с первого раза. Поэтому выбирайте сравнительно легкие способы – ленточное наращивание или крепление локонов на тресах. Из капсульных технологий можно попробовать горячую итальянскую методику. Для этого сухую чистую шевелюру, вымытую без бальзама и кондиционера, разделите на несколько частей. Выберите места, на которые будете крепить пряди. Обработайте донорские волосы, сформируйте из них тонкие пучки в нужном количестве. Работайте на восковой бумаге, чтобы локоны не липли к столу. Строго в соответствии с инструкцией приготовьте кератиновый клей, если купили пряди без капсул. Опустите в разведенный состав кончики пучков. Вытаскивая их, сразу формируйте пальцами небольшие комочки. Положите готовые пряди на восковую бумагу, чтобы они подсохли. При помощи зажимов уберите верхнюю часть волос. Отделите тонкие локоны, наденьте на него изолятор. При необходимости закрепите пластинку заколкой. Возьмите один донорский пучок. Специальными щипцами нагрейте на нем ранее сформированную кератиновую капсулу. Сделав небольшой отступ от корней, совместите обе пряди, свою наращиваемую. Жажмите место соединения щипцами. Капсула должна зафиксироваться и остыть. Выполните аналогичные действия по всей голове или в определенных зонах. Чтобы закрепить пряди на затылке, поставьте позади себя большое зеркало. Плюсы и минусы после процедуры волосы станут длиннее и гуще, и это главное ее преимущество, ради которого девушки соглашаются на капсульное наращивание. Другие плюсы технологий можно расчесывать, укладывать, сушить и красить наращенные пряди при удачном подборе донорского. Материал, разница между ним и своими локонами почти незаметна. Современные методики позволяют удлинить даже короткую стрижку. От 5-6 см. Палитра оттенков донорских пучков очень разнообразна. Капсульное крепление хорошо маскируется в волосах и почти не ощущается. Если привыкнуть к ним, благодаря большому количеству методик можно подобрать для себя бюджетный вариант или даже нарастить волосы самостоятельно. Минусы техники капсульного наращивания – волоски иногда вычесываются из донорских пучков, крупные пряди могут сползать с локонов или доставлять дискомфорт. Процедура наращивания и коррекции занимает много времени, от вторых часов есть ограничения и противопоказания. Наращенной шевелюре нужен специальный уход, судя по отзывам, есть риск приобрести некачественный материал или столкнуться с непрофессионализмом парикмахера. Несмотря на востребованность и популярность, технология капсульного наращивания по-прежнему вызывает много вопросов у девушек, которые мечтают сделать свои волосы длиннее и гуще. Не нужно стесняться узнавать интересующую информацию у парикмахера в салоне. Хорошо, если он подробно по пунктам расскажет об особенностях горячих и холодных способов, посоветует, что лучше именно в вашем случае. От квалификации, опыта и мастерства специалиста во многом зависит результат наращивания. Хотите, чтобы прическа выглядела эффектно и натурально, уделите внимание поиску грамотного мастера, а также выбору донорских пучков. Шикарным дополнением ваши шевелюры станут только качественные пряди. Полезное видео лучше видео о наращивании волос капсульным методом. Процедура капсульного наращивания волос у профессионала. Продолжение следует...